Привет, это Антон Акулич и вы смотрите Рэп Ньюз. Сегодня я представляю вам подборку самых шумных и интересных новостей в русском рэпе за время моего отсутствия. Как вы относитесь к проекту Рэп Ньюз? Хорошо. Я плохо. Почему-то не знаю, мне не нравятся его обзоры. И он подъебался очень с этими, с этубежным выпуском про Ламара и Пушетти. То есть было много как бы фейковой информации. Что думаете о паблике Ритма и Панча? Что можете сказать о нем? Для меня это, короче, сборище желтой хуйни. То есть абсолютно какая-то, знаете, ненужная информация. В Ритмах и Панчу давно нет рэпа, только помойка, срач и прочая хуйня. Первой новостью на сегодня и одной из самых обсуждаемых неделю назад была драка рэпера Нелла и фотографа Дианы Меллисон. Когда дерется рэпер, то это уже странное событие и нужно искать подвох. Особенно, если это такой рэпер, как Нелл. Вся заварушка началась из-за того, что фотограф Меллисон якобы вымогал заплатить неустойку за его услуги. На что она, естественно, отреагировала отрицательно. Смысл было так поступать успешной модели непонятно. Также напомню, что никто еще не забыл тех самых видео с Дианой. И каждый уважающий себя школьник до сих пор гоняет лысого. Лысого гонял. Сейчас самое интересное в этой истории, а именно то, что конфликт попал прямиком на телеканал РЕН-ТВ, который своими сюжетами ставит под сомнение и сам конфликт. После того, как был опубликован репортаж про драку, все рэп-СМИ сразу же подхватили его. И зрители разделились на тех, кто считает Нелла красавчиком, и тех, кто считает его злым гангстером и нарушителем. Мол, Нелл избил толпой безобидного фотографа. Случайнейшим образом драка совпала с концертным туром Нелла. Весьма неплохая реклама получилась. Отыграв концерт в Самаре, видео каким-то образом было удалено с YouTube-канала РЕН-ТВ. И все сразу же, естественно, забыли про драку. Продолжая тему Нелла и его девушки Мелисон, хотелось бы вам показать свежак, как именно зачастую зарабатывают подобные персонажи. Узкий круг людей в Москве знает, как на самом деле зарабатывает Мелисон на жизнь, и я думаю, не стоит вдаваться в подробности. Но на этой неделе ведущей в малоизвестной программе Чили Чарт, Рэп-трэп была Диана, где она показала свои ораторские способности и чудеса прочтения текста с экрана. Ох, как же было смешно за этим наблюдать, когда неизвестные поп-клипы представлялись трэпом. А концовкой этому веселью и саморекламы был новый трэп-клип Нелла с участием Иракли и Дианы. Покажу самые интересные моменты. А следующим ребятам я бы дала шанс на мечту. А как тут не дать? Эти исполнители так настойчиво об этом просят, что и не откажешь им, дайте и вы. Тем временем, пока идет война на Донбассе, многие рэперы и музыканты пытаются на этом пропиариться. Одним из таких артистов является рэпер Драга, но его можно понять, он уроженец Харькова и это довольно весомое оправдание. Клип был посвящен рыжеволосой представительнице госдепа США Дженнифер Псаки, которая прославилась на весь интернет своими роликами, где она тупит и путается. Феномен ее популярности достаточно легко объяснить, ведь Псаки ведет себя действительно глупо, а ее ответы вызывают шок и приступы смеха у зрителей. Рэпер Драга и несколько менее известных в России исполнители решили сделать стебную песню, посвященную Дженнифер, и даже снять на нее клип. Дженнифер в отпуске светит свою ржавую пусси на славных золотых пляжах на берегах Белоруссии. Следующей новостью на сегодня является работа рэпера Хая, который представляет новый клип с названием «Не рассказывай отцу». Данный трек отличный пример для молодежи, что будет, если не думая глотать химические и психотропные вещества. То, что возможно завтра они уже не смогут проснуться. Тема действительно очень актуальна и была очень хорошо освещена в клипе. Для тех, кто не совсем понял сюжет, то вкратце объясню. Главный герой, которого сыграл Миша, увлекался наркотиками и алкоголем, плохо учился и прочее. Но постоянно просил мать, чтобы она не рассказывала о его зависимости отцу. В принципе, многие найдут и себя в данном клипе, но по сюжету главный герой умирает от передоза. Поэтому нужно задуматься, стоит ли продолжать быть биомусором и убиваться дерьмом. «Мама, я умираю, мои фразы не абсурд. Мама, я умираю, не рассказывай отцу». Сегодня в роли таланта выступает рэпер Фраст, который воссоздал всю боль и правоту общественного движения СтопХам. После нападения в Питере на группу активистов популярность движения снова резко возросла. Поэтому и мы должны поддержать и упомянуть их. Тем более клип получился весьма неплохим и легко может переплюнуть рэперов из основной обоймы. Как мало ты дала и власти починила, но из тех, кто за пятна в себя стирает ластиком чернила. Кто не видит правды, сыпит в глаза песок, понтует за силой своей, прячась за силой босот. Серая бытность на ком только не ставит опыт и плевать на всех, важнее собственные хлопоты. Мы все герои, что имеем, породились сами. Это геройство стало нашим наказанием. А я вот думаю, ответишь ли ты за браваду? Каждый мнимый положение скачает права тут. Каждый живет надеясь, что судно печали и пыток никогда не кричалит к берегам нашего быта. Нам стоять за правду не стыдно, стыдно быть хамом. Твои ошибки переводите вы на наш рим. Где ваша совесть, кому молитесь в храмах? Ты не жди добра от прежнего, брат, такова жизнь. Нам стоять за правду не стыдно, стыдно быть хамом. Твои ошибки переводите вы на наш рим. Где ваша совесть, кому молитесь в храмах? Ты не жди добра от прежнего, брат, такова жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok Известные люди, что и помогло собрать на канале за неделю более миллионов просмотров Главным героем был Дмитрий Власкин, тот самый, что снимается в сериале Физрук Второй главный герой это дева, которая в клипе изображает из себя стервозную суку Такая роль досталась также весьма известной блогерши Марии Вейс, которой она справилась на все сто Цок-цок, у него появилась она, цок-цок, был пацан и нет пацана Цок-цок, был своим в дожку пацаном, но теперь твобро под каблуком Цок-цок, у него появилась она, цок-цок, был пацан и нет пацана Цок-цок, был своим в дожку пацаном, но теперь твобро под каблуком Цок-цок Перед выходом нового стольного альбома и туром по городам России Витя Классик из группы Вутон решил поднять еще больше шума и прямо в приглашении на концерты вызвал Олега ЛСП за батлиться в Питере В первую очередь обусловлено это тем, что один из концертов проходить будет в Питере То есть под шумок можно было бы и за батлиться Ответ Олега ЛСП не заставил долго ждать и он сразу посвятил несколько твитов Вите На что тот также стебно написал ему в ответ Одним из забавных моментов было упоминание Ресторатора и Версуса со стороны Олега То, что Витя заядлый батл МС и даже по тридцатку лет он не перестает желать батла со всем, что движется в этом нет сомнения Но вот ЛСП оказался иным артистом, который не особо горит желанием, цитирую «Мелится письками» Конец цитаты, а от своего единственного батла получил лишь хайп Также он привел свою хронологию взросления в рэпе Где самым забавным оказался третий пункт, а именно 2013 год, когда Версус уже не Тор От себя добавлю, что тогда-то Версус был Тортом А вот в 2014 с межсезоньями репутация и показатели проекта резко упали И уже очень долгое время ни один из батлов не могут перевалить за миллион просмотров Спустя пару месяцев нам предоставляется возможность узреть очередной клип, отвернувшийся в большую рэп-игру, группу «Центр» Предыдущая работа, которая презентовалась на первом канале, хотя бы немного вписывалась в рамки формата ТВ-ротации Но вот клип с названием «По жести» на самом деле получился весьма жестким Что уже с куплета «Птахи» дает нам понять, что делался он с акцентом на улицу Одним из самых интересных моментов был куплет «Свима», в котором он упоминает нам кое-кого Кто крутил на повторе нудный мотив, руками махал и плевал в дорогой объектив Обратил я внимание на это не просто так, ибо в куплете Гуфа, который что-то уж больно постарел за последнее время после поездок и задержаний Также был некий посыл, который весьма странно совпадает с биографией нашего лондонского товарища Ты живешь по рэпу, не говори об этом никому Тебя даже друзья по двору не поймут Придурок, ты страну не путай, ведь тут тебя тупо ебнут Что же хотело нам сказать трио рэперов из Москвы? Напомню, что в предыдущий раз они осмелились затронуть лейбл «Блэк Стар» и «Элвана» в частности Возможно, треком по жести они решили пройтись по исполнителю Оксимирон и обратить на себя внимание, что совсем скоро нужно будет потеснить сцену Клип также был приурочен концертному туру, который начнется с 27 февраля Далее мы рассмотрим новый клип от питерского MC Jubilee Видеоработа вышла 14 февраля в день Святого Валентина Никита не прогадал, когда решил затронуть данную тему Этому свидетельствуют и высокие показатели просмотров Клип был снят довольно качественно, которым автор хотел передать свое понимание темы любви Также по треку можно сказать, что Джуб даже в лиричных композициях рифмует на уровне И ему совсем нетрудно использовать двойные рифмы Что удивительно, над битом работали аж 4 довольно популярных битмейкера Ватху, Монти Молотов, Дранк и Гоблин А вокал от Артема Вентура красиво звучит и добавляет в трек большей динамичности А также делает работу душераздирающей Я сделаю кесарем надрез, я не боец, но для тебя станет Терреса Макелес И до сих пор я прошу удалить ему не детский интерес На кой черт я полез в этот пиздец Любовь Сколько книг написано, сколько фильмов снято На этом все, подписывайтесь на канал и на наши страницы в других соцсетях Ставьте лайк под видео, а свои работы присылайте к нам на гугл почту До пятницы Ничего себе, он изменился, как так? Эти новые черты, совершенство признак Да, действительно, он король в своем классе 8-7 Показатель допустимой полной массы Асы, лихо маневрируя рулем И 12 тонн, ему будет нипочем Ол да, грузоподъем из великаз Сложно его не любить Сложно о нем позабыть Быть и лень, не быть, быть, и лень, не быть Новые черты Воплощение мечты Самый стойкий он, обновленный, улучшенный газон Новые черты Воплощение мечты Самый стойкий он, обновленный, улучшенный газон Продолжение следует...